Промые, те, яких я еще называю, грачи, телефонные линии с кировниками регионов и их наместниками проводятся со студеней 2015 года. Основная задача – выкройнение факту бюрократизму при работе со зворотами грамадян и оперативное выращение выказанных ими проблем. Статистка свечи, такая форма работы оказалась вельми эффективной. Кожную субботу с 9 до 12 годин час проведения промых телефонных линий с кировниками регионов и их наместниками застается неизменным. Сами линии проходят в разных форматах, не где у них принимают удел практически все представники структурных подразделений в оконавших комитетах, не где склад уделников больше степлый. Али у любым выпадку человека выслухают и дадут отказ, теряют наибольших частных зворотов на промые телефонные линии, ремонт дорог и жилья. Руководством Гомельского облсполкома за январь-ноябрь 2018 года проведено 39 прямых телефонных линий, на которые поступило 743 телефонных звонка. 212 из них были разрешены положительно, 415 были разъяснены, остальные находятся на контроле. У старшини Гомска областного сайта депутата Катерины Зинкевич сегодняшняя прямая телефонная линия 9-я по лику. Во первый раз на звонки Жахаров региона она отказывала у всех вопрос некакий дён после выбрания на эту посаду. На этот раз Катерина Зинкевич на протягу трех годин приняла 17 зворотов. Размова с некоторыми потелефоновавшими протягивалась некаких хвилин и имела тлумачальный характер. Але не завсёды Жахар Мазара ворошав свои проблемы, а мальпа угадзины, починающие от скарги на его погляд неспокойных суседев, запропоновые обмежевание худкости руху на одном из участков городской дороги. Жахары Яромена Гомельского района подскарделися на недостатковое добропарадку на их вёске. Сярод инших огученных проблем – порушение правил перевозки маршурными такси и невыплата зарплаты в акционерном товаристве Гомель-Абл-Буд. Оплошнее пытание сегодня находится на контроле у кировництва в области. В моём из предприемства реализуются просаукционы. Затременных таким чином сродку будут различиваться с работниками. У 12.1 Катерина Зинкевич подводит выники. За увесь час промых телефонных линий она приняла 140 звонков. А про это ещё 43 вузные и письмовые звороты поступили и были разглядлены непосредственно областным совете депутатов. Сегодняшняя горячая линия ещё раз подтверждает то, что многие вопросы можно решать на местах. Иногда человеку достаточно просто разъяснить его права, а может быть даже и обязанности. И вот сегодня разговаривая с людьми, ещё раз в этом убедилась.